МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет всем! Мы находимся на Бали. В Бали вейк парк. Его построил австралиец в 2015 году. Сейчас им управляет Грег. Такой хороший малый, который все расскажет, все покажет. Очень дружелюбный. И в принципе, который и приглашает украинцев приезжать сюда на вейк кемпы круглый год. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вейк парк находится недалеко от аэропорта, возле района Санур. Там, где можно арендовать катер для таунвина с ядрофойлом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Старт, досочки. Есть еще и профессиональные доски, это такие для проката. Вообще, какие-то интересные, не видел. Стартик очень аккуратненький, голубенький. Досочка, как у нас. Инструкция, как стартовать. И ребята. Канадка здесь пятиугольная, девять кареток, но невысокая. И поэтому для того, чтобы хорошо прыгать, надо работать. Чтобы зарезаться, оттолкнуться, на киевской, конечно, намного легче. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В акватории Канадки 13 достаточно неплохих препятствий. В 2018 году здесь проходил плейграунд. Третья серия. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Озеро для Канадки. Ребята выкопали сами. На месте бывшая рыбацкая ферма. Хотя вот озеро используется еще для разведения рыбы. Ночью Канадка не работает. Хотя установлено ночное освещение. И на экваторе, независимо от времен года, всегда темнеет в 18.00. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Канадки очень сильно закручены. В Бали, в отличие от наших европейских широт, всего два сезона, а не четыре. Это сезон дождей, который припадает с октября по апрель. И сезон солнца, который припадает с мая по сентябрь. Как раз на сезон солнца, это у них зима, как ни странно. И сюда приезжают в основном австралийцы, потому что здесь на 3 градуса ниже температура, чем сейчас. И не так идут дожди. Вокруг парка ограды нету, но она не нужна. Они поступили хитрее. У них такое болото здесь, чтобы реально не пройти. И поэтому фактически ограды нету из забора. Но зато она есть из болота. Я не знаю, что тут с комарами, но, конечно, по которой вот такой вот гусик доставляет вейкбардисту на старт. Вот линейка даже есть. Системный домат, правда? Вася, ты что, наверное, просто умер. Вот при его требованиях 30 метров от берега. Здесь метра 3 от берега. И тоже люди как-то тренируются. Цены 30 долларов в час, 60 долларов в день. Очень понравился магазин и прокат. И вообще инфраструктура здесь очень ухоженная. Со временем линейные канатные дороги после того места в центре канатки кольцевой мы видим даже два озера, два пула были перенесены вот туда, где сейчас находится детский вейк-парк. И ребята тренировались на хороших рейлах, хикерах, пуле. Но затем экономика взяла свое. И на месте двух линеек был установлен вот этот детский парк, который, по словам хозяев, приносит намного больше, чем те две линейки, и которые были поставлены для профессионалов. Вот то место, где были установлены линейные канатные дороги и препятствия для того, чтобы проводить соревнования. Но из-за того, что они были нерентабельные, лейкбордисты его тоже используют, тоже юзайл. Опа! Ну, конечно, парк мне очень понравился. Все сделано по уму, очень аккуратно. Особенно вот этот вот видовой бассейн вместе с баром, где можно кокосы купить. И хочу сказать, что, наверное, имеет смысл делать здесь вейк-кэмпы, потому что абсолютно рядом находятся черповые споты, иногда задувают на кайт-серфинг. Поэтому, я думаю, будет все очень интересно, чтобы это совмещать. Ну и всем шака, развиваемся, смотрим, изучаем опыт, принимаем лучшее. Редактор субтитров А.Семкин